Ну что ж, господин новый президент Украины не заставил себя долго ждать. Я буквально подождал несколько дней. Хотелось понаблюдать, кто же будут эти первые лица, которых назначит Зеленский и так называемая знаменитая, распиаренная на весь интернет команда Зеленского. Ну и ничего удивительного, получилось именно то, о чем говорили люди, знающие, наблюдающие и умные, предупреждали народ Украины о том, что операция «Буратино» по внедрению вот этого своего мальчика будет иметь, конечно же, плачевные результаты для Украины. Но 73% насмотревшись сериал «Слуги народа», теперь мое обращение к вам, господа зеленковцы, или как вы там, как вы оцениваете то, что сейчас происходит. И давайте попытаемся в этом ролике разобраться или хотя бы познакомиться с теми людьми, кто теперь руководит вашей страной. Самое первое и самое громкое, совершенно непонятное назначение – это вот это, наделавшее уже скандалы. Генерал Хамчак назначен Генштаба Вооруженных сил Украины. То есть, оцените, как говорится, красоту момента. Воюющие в стране, в которой пять лет была война, и предыдущий генеральный Виктор Муженко прекрасно справлялся со своими обязанностями. Как вы видите, русских удалось остановить, и все вы гордитесь успехами украинской армии. Так вот, за эту верную службу этого человека уволили, а назначили некого предателя. Вот этот странный парень, и здесь, пожалуй, его слова будут иметь больше вес, чем мои, некий журналист Шапошников. Почему странно, я сейчас объясню. Вот что он сразу сказал, как только вышла новость о назначении Хамчака. Всем привет. Хочу поздравить Владимира Зеленского с завершением президентской карьеры. Думаю, нужно оглашать новые выборы и выбирать нового президента Украины. Владимиру Зеленскому хватило лишь сутки перед совершением политического характери. Пару часов назад на сайте президента Украины был опубликован указ о назначении генерала ВСУ Руслана Хамчака начальником генерального штаба вместо Виктора Муженко. До этого генерал Хамчак был подчиненным Муженком всю каденцию правления Петра Порошенко. Да, это тот самый Руслан Хамчак, который командовал операцией в Иловайске августа 2014 года, бросил своих солдат и сбежал с поля боя. Еще 24 октября 2014 года я опубликовал свое резонансное расследование предательства генерала Хамчака и комбата Березы, которое набрало уже более 3 миллионов просмотров. Я не буду полностью пересказывать расследование, посмотрите по ссылке, кто еще не видел. Также обязательно посмотрите мой полный фильм о Быловайске, который уже набрал более 4 миллионов просмотров. В фильме показана полная хронология событий, а в конце вы увидите и услышите действия и приказы Руслана Хамчака, который повел солдат на убой, а сам сбежал с поля боя и спрятался в кустах. А ночью тихо вышел из окружения, оставив погибать свою армию. В Хамчака сразу же погибло огромное число военных. Далее сам Хамчак разворачивает свою машину, бросает свою армию и скрывается в лесопосадке. Суть в том, что все это время я ехал позади Хамчака в машине комбата Юрия Березы. И все это документировал на видео. Что вы можете сегодня наблюдать? Оказавшись в лесопосадке, весь день Руслан Хамчак пролежал ничего не делая. То есть никакого командования армии со стороны генерала, это не просто рядовой солдат, это генерал армии, начальник операции, не было. То есть я вместе с этим Хамчаком лежал в этих же самых кустах рядом с ним и в принципе всю эту картину наблюдал. То есть и в это же самое время на моих видеозапидах вы можете слышать, идет бой, идет сражение украинской армии с противником. А в это же самое время генерал, командующий операцией, лежит в кустах и так, знаете, ничего не делает, не вовсе замечательно. Итак, вот этого человека, который вел себя странным образом, который по мнению многих, кто находился там, наводил буквально минометные удары на украинские группы. Комбат неоднократно, мы все слышали, сколько раз такое было. То есть вы считаете, что проблема окружения связана с тем, что сняли блокпостом? Да, потому что мы открыли свой тыл, они зашли нам сзади. То, что нам комбат, вернее, этот Хамчак, сколько раз давал нам команды, вот эти, чтобы мы и шли, например, на атаку или куда-нибудь мы еще и шли, он отдавал нам координаты, конкретные координаты, конкретные пути отходов и приходов. Мы только заходим на этот путь, только на этот путь мы заходим, сразу попадаем в засаду. Это было неоднократно. Только мы отходим львее или правее, разбиваемся с координат, которую давал Хамчак, мы выходили без единого выстрела, занимали все эти позиции. И все равно, когда мы отзванивались, когда мы отзванивались, говорили так и так, что мы заняли позицию, через 20-30 минут, я не знаю, это может быть случайное совпадение, но таких совпадений не должно быть. Их не было. Нас накрывает миномет, нас накрывает град. Почему так? То есть вы хотите сказать, что Хамчак сливает маршруты, да? Я в этом уверен на тысячу процентов, и это может подтвердить каждый, каждый военнослужащий, который там находился. Теперь этот человек, даже не важно, делал ли он это или нет, это не доказано, но человек с подмоченной репутацией, будет генеральным штабом вооруженных сил. Теперь, господа украинцы, вы абсолютно не уверены в своей безопасности, когда вот такой человек будет защищать, так сказать, вас от агрессора. Теперь посмотрим, кто же вдруг выступил на стороне господина Хамчака. Вот это одиозная физиономия Семен Семенченко, то есть вообще открыто в Украине называемый преступником. И если у нормальных людей, военнослужащих и настоящих героев Украины сейчас волосы стоят дыбом, то у государственных преступников все хорошо. Они заявляют, как вот этот Семенченко, что, конечно же, генерал Хамчак делал все, что должен был и вообще правильно поступал. Можете прочитать его пост в Фейсбуке «Последние слова». Я, как первый командир батальона «Донбасс», считаю, что назначение его правильное и отвечаю за свои слова. Ну, если Семен Семенченко отвечает, то значит точно с Хамчаком что-то не так, сказал бы я, как сторонний наблюдатель. Но это еще не все. В Украину потянулись преступники разных мастей. И меня сейчас интересует, напрягаются ли все эти 73% проголосовавшие за Зеленского, кем окружает себя новый президент и какие странные люди возвращаются в Украину. Итак, например, готов вернуться в Украину господин Онищенко, беглый депутат. Онищенко бежал из Украины и находился в розыске. С 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, то есть это самый настоящий уголовник. Онищенко создал преступную организацию, участники которой с периода 2013 по 2016 год незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий Укргаздобычи был нанесен ущерб в сумме 740 млн грн. В газовой схеме замешаны несколько десятков человек, а Онищенко не единственный. Кроме этого, считается, что в схеме участвовала его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный. Ну а сейчас, когда ветер переменился, все эти господа возвращаются. Конечно, самой одиозной фигурой является некий Портнов. Являлся советником при господине Януковиче и последние годы, ровно после революции достоинства, находился в Австрии, понимая, что в Украине его просто посадят. И вот как только Зеленский был избран президентом, тут же бывший советник Януковича вернулся в Украину без всякого страха теперь за свою судьбу. Более того, это именно тот человек, кто подает в суд на Петра Порошенко. И посмотрите, как замечательно Россия-24, непосредственно ваши враги, освещают эту новость. Мне очень нравится название. Все только начинается. А еще сегодня на Украину после пятилетнего отсутствия вернулся Андрей Портнов, один из самых высокопоставленных диссидентов при Порошенко. Он был главным юристом команды Юлия Тимошенко, работал в Совете Нацбанка Украины. Портнов заверил, что с командой юристов сделают все, чтобы Порошенко за свои преступления получил реальный тюремный срок. Мы систематизировали основные преступные действия организованного, уголовного и организованной преступной группы. И будем подавать заявление преступления прямо после завтрашнего дня. Я абсолютно убежден, первые же ходатайства в суд о мере пресечения для Порошенко уверен, что он удовлетворен. Но я бы начал сейчас параллельно работу с ареста активов Порошенко, членов ближайшей команды. Мы сделаем Порошенко настолько токсичным и нерукоподаваемым в мере, что он растеряет международную поддержку. Если вы внимательно слушали этот короткий безграмотный спич, то вы должны были заметить, как выражается господин Портнов. Мы сделаем Порошенко токсичным. Вот только по одной этой фразе такого человека, по сути, ни в коем случае нельзя допускать к власти. Потому что он не говорит виновность Порошенко. Он не говорит будет судебное разбирательство. Он, как юрист, изначально должен понимать, что неосужденный человек еще не виновен. А он выражается как бандит. Но именно потому, что он и есть бандит из команды Януковича. И он говорит о том, что мы сделаем Порошенко. Это значит, независимо от того, виновен ли Порошенко или нет, они его измажут грязью и во что бы то ни стало посадят в тюрьму. Собственно говоря, в Украине это не новость, ведь Юлия Тимошенко уже сидела. Ну вот, может и Порошенко присесть на какое-то время. Наверное, тем, кто голосовали за Зеленского, станет на какое-то время легче. Это именно тот президент, который помогал держаться этой стране последние пять лет и навел очень хорошие связи за рубежом. Петр Порошенко обладает серьезным весом за границей. Я знаю, что к нему относились с большим уважением. Так вот, этого президента, который благородно и честно ушел, уступив место клоуну хрипатому крысенышу, теперь этого человека могут посадить непосредственно люди из администрации Януковича. Депутаты высказывали свое мнение по поводу распуска парламента. Я на этой встрече привела правовые основания, что распуск Верховной Рады является абсолютно законным. И не надо передергивать и говорить, что это политика правовое решение или неправовое решение. Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады является абсолютно легитимным правовым решением. А вот люди из блока Петра Порошенко за свои места держались так, что обвинили Зеленского в нарушении закона. Для этого нет никаких конституционных предпосылок. И это, безусловно, есть нарушение закона. Петр Порошенко, который накануне переехал, тоже снимает свои встречи на камеру. В прозрачном офисе жмет руку американскому сенатору, послу США в Евросоюзе. Прислушайтесь, как до сих пор обращаются к нему иностранные коллеги. Мистер президент, рады видеть вас. Сам Порошенко, при этом, похоже, тоже до сих пор так думает. Его статус на странице в соцсети президент Украины. Хотя сегодня на него открыли уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Речь идет о приказе о переходе судов через Керченский пролив, чтобы получить повод ввести военное положение на Украине. Теперь поедем дальше. Пройдемся по замам администрации Зеленского. Господин Зеленский окружил себя полностью людьми, создававшими сериал «Слуга народа». Для начала посмотрим вот эту картинку, которую мне выслал вчера один человек. Это кадр из сериала «Слуга народа». А здесь, как вы видите, 73%. Удивительным образом, во время съемок сериала, точно, буквально до последней цифры, точно предсказали, какое количество украинцев проголосует за клоуна. Таких уникальных совпадений в истории, ну, я, наверное, не приведу примеров. Но вот Украина доказала, что это может быть. За несколько лет до выборов уже заранее известно количество проголосовавших за президента. Здорово, не правда ли? Итак, одним из заместителей администрации президента назначен буквально продюсер сериала Сергей Шефер. Для него даже выдумали особую должность. Первый помощник президента. Это человек-кошелек, директор квартала. Это непосредственный близкий друг Зеленского. Дальше Кирилл Тимошенко, руководитель продакшена Гуд Медиа. Тот самый человек, который занимался непосредственно раскруткой Зеленского. И он же, по мнению многих, имеет такой пророссийский душок. То есть его очень часто обвиняли в том, что он симпатизирует вашим замечательным соседям. Следующий человек – это Сергей Трофимов. Вот он тоже теперь заместитель администрации. И он же исполнительный продюсер квартала. Дальше есть еще Руслан Рибошапко, чиновник из администрации Януковича. Опять же избран замом администрации президента. Ну а кто же избран главой администрации? Вот здесь все просто замечательно. Вот эта новость вчера была буквально бомбой в информационном пространстве Украины. Руководит администрацией президента теперь Андрей Богдан. Мало того, что он был тоже связан с бывшим Януковичем, он является непосредственно личным адвокатом Игоря Коломойского. Еще раз. Личный адвокат Игоря Коломойского теперь является главой администрации президента Зеленского. Ну и, конечно же, господа, нет никаких сомнений, что между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским нет никакой связи. И не было самого начала и быть не могло. Ведь эти два товарища, глядя вам прямо в глаза, об этом точно заявили. Ну а вы и поверили, так оно есть. Итак, личный адвокат Коломойского теперь будет заниматься всеми бумагами, связанными непосредственно с президентом. Мало того, что эта наглая физиономия давно себя зарекомендовала не лучшим образом, ну, например, специальная служба новостей, программа «Схемы». Журналисты утверждают, что с 2014 года господин Богдан шесть раз пересекал российскую границу. Какого хрена нужно было господину Богдану на той стороне? Он, естественно, все отрицает. Проект «Бихус» опубликовал данные, что с начала 2019 года, это буквально вот эти пять месяцев, адвокат ежемесячно летает в Израиль, где проживает Коломойский. Ну, здесь ничего удивительного, личный адвокат Коломойского, естественно, разруливает дела. Скажем еще нечто. От назначения господина Богдана представитель Соединенных Штатов Уолкер напрямую предупреждал Зеленского, что этого делать не нужно, потому что у Коломойского проблемы в Соединенных Штатах и невозможно представить его личного адвоката на такой высокой должности. Но, естественно, у Зеленского другие планы. Мнение о Соединенных Штатах или еще кого-то теперь не имеет никакого значения. Ребята распределяют между собой страну, назвавшись громко «Новой командой реформ». Итак, в новую команду реформ входят непосредственно продюсеры, сценаристы, менеджмекеры, раскручивавшие и втюхивающие вам много лет сериал «Слугу народа». Они просто заслужили свои места в администрации, естественно. Ну, а руководить всем этим, как и предполагалось, будет господин Коломойский, который вот-вот вернется в Украину. Он же, естественно, как вы знаете, выиграл дело с «Приватбанком» в Украине. Последняя история, которая еще непонятно чем закончится. Ну и, конечно, вишенкой на торте последних сообщений стало то, что, не успев войти в роль главы администрации, вот этот человек с мерзотной физиономией тут же сообщил, что необходимо провести референдум в Украине о, внимание, о заключении мирных договоренностей с Российской Федерацией. Договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество. Вот, например, как тут же через несколько минут отреагировала сеть. У нас что, каннабис легализовали? Может, я что-то пропустил? И дальше. Люди пишут, только от одного слова референдум меня начинает колотить, перед глазами стоит стадо орков, орущие Путин в виде войска. Учитывая, сколько в стране ватацефалов, результат подобного референдума может быть любой. Ну, а другой человек в частной переписке написал мне, что уже заметил на машине вместе украинские и российские флаги. Как вы думаете, каков процент так пророссийских настроений в Украине? И далее. Просто оцените красоту момента. Администрация президента, непосредственно глава, предлагает провести референдум в Украине по заключению мирных договоренностей с вашими врагами. Референдум, который может легко пойти, например, по пути, как Brexit с Англией, когда несколько тысяч человек решат историю страны, и вот до сих пор Англия находится в глубочайшем кризисе с этим решением. То есть, можно вполне предположить себе сценарий, когда на подобном общеукраинском референдуме, ну, скажем, 51% голосов решит за мирный референдум, а 49% против. Когда очень трудно предположить, чего же на самом деле хочет народ, и было ли это решение без внешнего вмешательства. Вам же, естественно, скажет вот этот самый человек, что, дескать, демократия у нас, естественно, мы должны починиться большинству, и начнет заключать мирные договоренности с Россией. Ведь это и есть его цель. Это именно то, о чем здравые люди говорили с самого начала. Этот человек будет делать все для того, чтобы втолкнуть Донбасс назад в Украину на необходимых для России условий. При этом поддаваться вам все это будет, конечно же, под другим соусом. Я не понимаю, что еще нужно украинцам для того, чтобы понять, что у вас произошло. президент окружил себя бывшими чиновниками из корпуса Януковича, непосредственно глава администрации, личный адвокат Коломойского. В страну косяком потянулись бандиты и преступники, которые до этого понимали, что им опасно находиться в этой стране. И все это преподносится вам как кардинальные изменения. Да, они происходят. Но вопрос, в чью пользу, в какую сторону меняется Украина? Может быть, произошло именно то, чего мы все очень боялись? Прочитаю последнее сообщение человека, который болеет за Украину. Мы видим, как сегодня политическая элита Украины проглотила публичное, показательное изнасилование Конституции. Мы видим эти попытки расслабиться и получить максимум удовольствия, которые мы наблюдали в Европе в 37-м и 39-м году. Мы слышим тогдашние астрийские и чешские иллюзии, а на следующих выборах победим мы. Но дело в том, что следующих выборов может не быть. Народ Украины решил принять очередную серию телешоу «Слуга народа» за инаугурацию нового президента. Рассадки на главных должностях украинского государства слуг Игоря Коломойского украинцы согласились считать новыми лицами во власти. И мы делаем вид и не замечаем, как в Киеве в сопровождении автоматчиков Авакова гуляет автор закона 16 января Андрей Портнов и посещает с этой вооруженной компанией бизнесменов госслужащих и депутатов и в чем-то их убеждает, то есть нагибает. Мы не видим, как Юлия Тимошенко уже примеряет себе корону канцлерин всея Малороссии по результатам тех же самых досрочных в кавычках выборов. А больше всего это то, что мы не видим, как вся эта компания, которая на мутной волне того, что произошло, всплывает к вершинам высшей власти Украины, являясь очень близкими друзьями того же самого Володи Путина, которого мы в свое время обзывали уж очень нецензурным словом. Редактор субтитров Корректор А.